Здравствуйте! Вот такой вопрос. Если клитор это аналог мужского члена, то железы скина, которые проходят вдоль уретры у женщины, должны быть аналогами мужской простаты. Должны быть, но не обязаны. Так почему же тогда во время массажа в области точки G в этих железах не может вырабатываться жидкость, которая является аналогом символной жидкости у мужчин? И почему, накопившись в достаточном количестве, она не может выйти из уретры? Может, это все-таки не моча выходит, а цистит возникает от того, что это накопившаяся жидкость в железах скина, не выйдя наружу, идет мочевой пузырь и вызывает симптомы цистита. Что вы об этом думаете? Ну, такой, знаете, совсем доморощенный вопрос. А может быть, ДКЕ, если ДКБ, доросливые во рту грибы, ребят, есть анатомия, есть физиология. Есть очень серьезные ученые по всему миру, которые занимаются проблематикой разработки различных вопросов медицинских. В частности, то, что вы спрашиваете. Значит, действительно было доказано, что железы скина, это такие рудиментарные железы вокруг мочеспускательного канала у женщин, которые являются аналогом предстательной железы у мужчин. То есть эмбрионально, когда будущий взрослый человек находится в состоянии зародыша в утробе матери, эмбрионально, они вырабатываются из той же самой клеточки, из того же самого местечка, что и предстательная железа у мужчин. То есть из того места, из которого у мужчин образуется предстательная железа, из этого же самого места у женщин образуются железы скина, какие-то там железы, которые окружают мочеспускательный канал. И речь идет о том, вот этот любимый вопрос всех моих подписчиков, он меня, знаете, прям честно говоря, веселит. И речь идет о том, что есть какая-то такая уникальная женская экуляция, расскажите о ней. А зачем вам знать про женскую экуляцию? А если мы узнаем про женскую экуляцию, мы будем знать способ, каким ее достичь. Вот для чего вы задаете этот вопрос. А если собираетесь ее достичь, то, наверное, придется вам школу открывать, обучаю, нахожу пути, там нахожу способы достижения женской экуляции, потому что никто не знает, а вы один, наверное, будете знать. Вы же уже предположили, там, как цистит возникает. Цистит вообще неразрешима, проблема по всему миру, вы разрешили. Итак, давайте поговорим о экуляции вообще. Экуляция у мужчин – это выброс семени, который выходит из наружного отверстия мочеспускательного канала, попадает в половую путь женщины с целью совершить оплодотворение. И экуляция состоит из двух частей. Это сперматозоиды, которые выходят из яичек. Они идут по семи выносящим протокам и проходят через толщу предстательной железы, соединяясь в определенной точке с мочеспускательным каналом. В это же время из предстательной железы по протокам, из каждой дольки предстательной железы, ацинус на латинском языке называется, вот из каждого ацинуса по протокам, секрет предстательной железы тоже выходит в мочеспускательный канал, где они перемешиваются. Секрет предстательной железы содержит фруктозу, ферменты, всякие там витамины, микроэлементы, для того, чтобы обеспечить питание и движение сперматозоидам. То есть активизировать их и придать им такие свойства, которые повысят их жизнеспособность и подвижность для достижения целей оплодотворения. Таким образом, якулят состоит из двух частей, примерно 50 на 50. Это сперматозоид, это секрет предстательной железы. Якулят у мужчины в норме по рекомендациям ВОЗ составляет от 2 до 6 мм. То есть, если поделить напополам, получается от 1 до 3 мл. Это будет секрет предстательной железы, который выходит в процессе семяизвержения. Если кто-нибудь видел шприц-двушечку, там 2 мл. Вот представьте, что 2 мл – это шприц-двушечка. Если вы возьмете чайную ложечку, то это 5 мл. То есть секрет предстательной железы, выделяющийся во время плывок, это половина чайной ложечки. Какие еще особенности якуляции у мужчин? Дело в том, что в момент якуляции предстательная железа сокращается, свои капсулы плотно обхватывая верхнюю часть мочеспускательного канала у мужчин, и она пережимает ее, действует как такая манжета. Дополнительный сфинктер, который не дает моче во время семяизвержения пройти по каналу. Во время семяизвержения идет только семенная жидкость без мочи. Теперь давайте посмотрим на женщину. Значит, у женщины во время мочеспускательного канала никакого дополнительного сфинктера в виде манжеты нет. Во время полового акта никакого сфинктера мочеспускательного канала, прекращающего ток мочи, у женщины нет. Если вы почитаете интернет и про всех сказочников, кто пишет про женскую эякуляцию, то они вам скажут, что да-да, это такая женская эякуляция, там содержится от 20 до 100 мл какой-то уникальной жидкости, который аналог семени, представляете, у мужчины 2 мл женщины семени, а у женщины 20 сразу целых. И там прям специально добавляли вещества, которые окрашивались не так, как моча, и доказали точно, что это не моча, она не пахнет, как моча. И она прям выпрыскивается, и женщина окончает, и когда выпрыск этой эякуляции происходит, у женщины прям такие особо-особо сладострасные ощущения. Так вот, давайте все-таки четко все разложим по полочкам. Значит, для чего нужен эякулят? Биологическая целесообразность эякулята у мужчин ополдотворить женщину. Биологической целесообразности в жидкости, выделяющейся из половых путей женщины, никакой нет. Женщина никого не ополдотворяет и ополдотворить не может. И у органа, образующегося сперматозоиды, у женщины нет. Таким образом, никакого резервуара для накопления у женщины нет. А у мужчины, кстати, вот этот вот секрет пристательной железы в количестве от 1 до 3 мл, который выделяется во время полового акта, он тоже не из железы выходит, он в семенных пузырьках скапливается. И сокращением как бы все выдавливается, и все выходит, и уже в процессе прохождения через семевыбрасывающий проток и мочеспускательный канал все это смешивается, и получается то, что мы на выходе видим как сперма. У женщины никакого органа анатомически, где может что-то накопиться, типа визикулы у мужчин, ничего нет. У женщин нет сфинктера, который перекрывал бы мочеспускательный канал, поэтому женщин не описывается во время полового акта, и как нифига делать. У женщины нет биологической целесообразности в оплодотворении, кого бы то ни было. Поэтому сперматозоиды женщины не нужны. И, наконец, железы скина, которые действительно открываются в мочеспускательный канал. Это рудиментарное образование, напоминающее пристательную железу. У нас есть рудиментарное образование в виде копчика, оставшийся нам от предков в виде хвоста, но это не значит, что мы можем им там помахивать и следы заметать. Даже если у женщины есть железы скины, это не значит, что она может эякулировать. Что касается механизмов образования цистита, вообще об этом говорить не будем. Эта тема бездонная, она до конца на сегодняшний день учеными не раскрыта. И каким образом образуется цистит, и как с ним бороться, до сегодняшнего дня, 100% уверенности ученые сказать не могут. Что касается женской эякуляции, были проведены серьезные исследования, потому что тема эта сахарная, тема эта лакомая, и об нее хотят погреть ручки ученые ни одной страны и ни одной специальности. Это не только гинекологи, это социологи, это сексологи. Тема действительно интересная, востребованная, общественный резонанс по поводу этой темы очень серьезный. были проведены исследования, жидкость, которая выходит у женщины в процессе ее оргазма после стимуляции точки G, это моча. И выделиться ее может от 20 до 100 миллилитров. Если она не пахнет как моча, так вы вспомните, когда писаете, что ваша моча тоже не пахнет как моча, она свеженькая, тепленькая вышла, вы унитаз за собой смыли, и запаха никакого нет. А если вы в горшочке оставите на день, на два, то она будет пахнуть как моча. Я бы даже сказала, благоухай будет как моча. Свежая моча ничем не пахнет, это биологическая жидкость пахнет. Биологическая жидкость только после того, как она постояла на воздухе, и процессы окисления и бактериального воздействия с ней уже начались. Вот только тогда она будет пахнуть нехорошо. Все остальные варианты достаточно приемлемы, она не пахнет. Поэтому по запаху догадаться, что это не моча, вы не можете. Это не точный метод исследования. И, наконец, на закуску самый интересный факт. Ученые, которые проводили эти исследования, доказали, что пациентки, которые склонны во время раздражения точки G выделять какую-то жидкость, они, в принципе, все страдают гиперактивным мочевым пузырем. То есть это стрессовое сокращение мочевого пузыря, момент какой-то чрезмерной нагрузки, будь то смех, кашель, чихание или просто какое-то напряжение. Что такое раздражение точки G? Вы сильными движениями раздражаете область, очень близкую к УРЭТ, естественно, вы ее захватываете. Не надо мне рассказывать, что вы вот прям вот локально вот так вот точку G там массируете, сороку-сороку делаете. Нет, вы вот этим движением захватываете и раздражаете наружное отверстие мочеспускательного канала очень сильно. И таким образом провоцируете снижение контроля над наружным сфинктером в процессе мочеспускания, и как бы такой непроизвольный выброс мочи происходит в процессе оргазма, когда контроль над сфинктером снижен очень сильно. Поэтому я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, я надеюсь, что я среди своих подписчиков больше не увижу вопроса о том, расскажите, что такое женская эякуляция. Обязательно расскажите, что то, что женщина теряет во время эякуляции, это не моча. Не расскажу, ребят, это моча. Я в каком-то другом ролике уже рассказывала, что описываться во время плова акта, не знаю, как насчет обкакаться, но описываться женщине это не стыдно. Это часть женской физиологии. Если мужчина адекватный с юмором вас любит, то он этот процесс поймет. Вот, и давайте наложим одно на другое, описываться не стыдно, и во время разожжения точки G женщина может описаться, и на этом успокоимся. А сейчас пока!